Огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, там мужчина, должен сидеть, чтобы там чуть вся причина и такую школу чуть прочувствовать. Мне кажется, это прям цитатка можно сказать. Цитата, да, прямо я тебе говорю. Александр Кокорин. Нужно сделать лайфхак, да, нужно сделать, чтобы там себя приводить, всех вот ребят, которые чуть поплыли, на месяц, на два в СИЗО. Кстати, я вот только сейчас, когда вы говорили про спорт, я понял, что среди, ну, близкого круга, среди друзей Грацкого Александра Борисовича, по-моему, нет спортсменов. Федис и Слава. А, со Славой, со Славой. Ну, хорошие отношения. Мы не встречаемся часто. Старшинов, помнишь такое? Да, конечно. Бульм, очень хорошие отношения. Но футболистов нет. Футболистов, да, футболистов нет. Кстати, вот про футбол. История с Кокориным и Мамаевым попала в поле вашего понимания? Да, я посмотрел. Я не очень это понял. Я не очень понял, потому что, ну, нет сомнений, что то, что мы видим на съемке, поведение, мягко скажем, очень плохое этих ребят. Но я несколько раз видел съемки с участием других людей. Например, я видел съемку случайно, где какой-то дядька с своим другом или с братом зашли в медпункт что-то там лечить. И набросились, и очень жестоко избили врача, этой самой-самой, как он называется? Травмолога. Ну, который там занимался приемом. Ну, жесточайшим образом избили. Жесточайшим. Это не был удар стволом там, не поймешь куда, и все. Был жесточайший избит человек. В чем там было видно, что это очень сурово. Я не знаю, какая реакция. Суда посадили, не посадили, что чего. Непонятно. И много раз я видел всевозможные нарушения такого рода, о которых я ничего не знаю, чем закончилось. А здесь, ну, понятно, что все говорят, что это показательный процесс. Ну, может быть, это и показательный процесс. А кому показывают и что? Ну, людям, у которых есть, скажем так, значение в обществе. То есть, в том числе и вам? В том числе и мне. То есть, ребята, вести себя надо сдержанно и прилично. Нельзя вести себя вот так. А то мы не посмотрим на то, что вы вот такие заслуженные люди, и у вас будут проблемы, а может быть, даже и крупные неприятности. На самом деле, ну, для меня это бессмысленно, поскольку я стараюсь вести себя так, но прилично. Но всякое случается в жизни. Ты не можешь гарантировать того, что ты не отреагируешь на какой-то поступок какого-то человека самым неприятным. Не стулом? Ну, да. Не можешь, не можешь. Могут оскорбить твою жену, ударить твоего ребенка. А на пленке останется, как ты стулом кому-то заехал по башке. Могут оскорбить твою жену. Могут оскорбить твою жену. Могут оскорбить твою жену.